Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. И это у нас будут оладьи. Я их просто обожаю, особенно в приготовлении моей мамы. Посмотрите, какие красивые они у нас получились. Еще внутри они так хорошенько обжарились, что вообще... Сказка! Макаем сначала в сметану. Еще я здесь подготовила фрукты. Смотрите, пропеклись вообще бомба. Сегодня очень продуктивный день. Я столько всего успела. Я сняла одно видео. Смонтировала кино. А потом для Айкук сняла видео. Кто не знает, Айкук это мой кулинарный канал, на котором уже 11 тысяч подписчиков. Точнее не мой, а совместный канал с мамой. Я на заднем плане вообще свет выключила. То есть у нас в комнате сейчас темно. Включила только искусственное освещение. Эту идею я подглядела, знаете, у кого? У малиночки. Вот так вот. Обалденные киви просто. Ммм, совсем забыла. Если вы хотите рецепт этих оладушек, переходите в инфобокс. Там будет ссылочка. Подписывайте обязательно. Еще приготовила чай. Может с чаем это все не очень сочетается, но я люблю именно так. А больше всего я люблю нутеллу. Новенькая совсем. Смотрите, такая большая. Будут еще видео с нутеллой, так как, смотрите, совершенно она новая. Пока мама готовила оладушки, как вы думаете, смогла ли я удержаться? Конечно же нет. Пару штук я, конечно, съела. Точнее две. А еще мы готовили на новой сковородке, которую я маме подарила. Как-то я сняла видео рассказала вам о том, что я хочу уложиться всем подарки в 10 тысяч рублей. Ну, где-то приблизительно в 300 монат я хотела всем уложиться. Но потом я поняла, что лучше я подарю что-то интересное каждому близкому человеку. А себе просто не буду покупать телефон. Я маме купила сковородочку новую принадлежность для кухни. Я у нее спросила, вот что ты хочешь, мамуля? У меня мама очень любит посуду, красивую посуду. И тем более у нее сейчас такое вдохновение, что вот на и куке набираются подписчики. Поэтому решила подарить что-то полезное и в то же время то, что она хочет. До Нового года еще неделя. А я уже покупаю и дарю. Вот сколько я не пытаюсь, всегда обещаю себе, что вот в этом году я не буду показывать подарки. Всегда хочу на Новый год в 31-го вытащить подарки и показать. Знаете, сделать такой сюрприз. И никогда у меня это не получается. Как только я покупаю подарок, буквально через час обладатель этого подарка получает его. Вот. Ой, с нутеллой вообще самое то. А еще я, как всегда, попросила задать интересные вопросы в инстаграме. В прошлый раз в видео я ответила всего на один вопрос, поэтому вы обижаетесь. Хотела бы после смерти опять родиться? Конечно, хотела. Я вообще верю в регенерацию или как это правильно называется. То есть после смерти мы опять рождаемся в нового человека или в какое-то животное. Я верю в это. Мась, привет. Как дела? Я написала, Мась, в час завтра приходи. Хорошо, не позже. Я в кадре в час. Будешь завтра у меня видео снимать про тортик? Хорошо, обязательно. Хорошо, целую. Ну, это тоже пока. Пока. А это, кстати, Фатимочка. Мы с ней завтра должны увидеться. Точнее, я соберу монатки. Я пойду к ней, потому что она болеет. Мы будем снимать видео на ее 50 тысяч подписчиков. У нее уже 50 тысяч. Как круто вообще. Она заказала торт с надписью там YouTube 50 тысяч сабскрайберс. Вот. И мы будем вдвоем его кушать. Я думаю, что весь торт мы не съедим. Потому что это реально очень сложно. Сладкое так много не съешь. Я всегда об этом говорю. Я не знаю, может, есть люди, которые едят. у меня, например, племянница, дочка моего двоюродного брата, просто легко может съесть три куска тортика. Но тоже не больше. Но она прям жуткая сладкоежка. Я не могу. Мне трудно есть много сладкого. Хочешь, отправим тебе роллы? Давай. Как работа? Спрашивает мой коллега. Отлично. Все хорошо. Потихонечку. Сегодня была на работе. Когда-нибудь пробовала мел? Я его просто обожаю. Мне кажется, что я токсикоманка. Я обожаю запах бензина. Обожаю запах краски. А замазка это для меня вообще маст хэви. Обожаю замазку. Я помню, когда в школе учились, специально просила маму купить вот такую замазку, которая кисточкой красит. Чтобы сидеть на уроках и просто не уходя. Я ходила в магазин сегодня и купила себе три вот таких вот пироженки. Две съела, одна осталась. Я решила добавить ее в мукбанк. кстати, иногда бывает такое, что я просто сижу и пью чай с какими-то сладостями. Или кушаю, но не собираюсь снимать мукбанк. Я вот думаю, может быть, снимать для вас видео для LGTV. Как вы думаете? Ну, эти видео будут без монтажа. Не будет такой, знаете, огромной поляны. Может, какое-то маленькое пирожное съедим, например, с Фати. В общем, чтобы в Инстаграме тоже было продолжение моего Ютьюба. Вот как вы думаете? Стоит или нет? А еще сегодня вечером в 7 часов будет прямой эфир в Инстаграме. Стрим делать я так и не научилась, но не беда. Будем в Инстаграме выходить в прямой эфир. Просто в Инстаграме аудитория меньше, но зато я смогу ответить на ваши вопросы. Ссылочка на мой Инстаграм будет внизу. Сегодня ждите. Вечерком. что не нравится в парнях и девушках. Мне не нравится двуличие. Вот он вчера рассказывал про свою одноклассницу, которая прибежала ко мне в парк в бутболе и такая ну как ты блогер? Вот такой я не люблю. Я не люблю лицемерие. Банан, кстати, не очень даже. Какой-то жестковатый. Вот я люблю бананы, которые уже начинают гнить. Чтобы кожура была не прям желтая, а вот кое-где черная, коричневая. Обожаю такие бананы. Укоротила ногти настолько удобно, вы просто не поверите. что больше любишь? Большие суши или пиццу? Трудный вопрос, реально. Я не знаю, что я больше люблю. Не надоело жрать? Нет. Не надоело. Кстати, не договорила вообще, про другое говорила. В общем, я купила маме подарок, бабушке подарок, и они вовсю используют эти подарки. А я так хотела снять видео про новогодние подарки. Как я иду покупать, что я купила, показать это все, рассказать, может, какие-то идеи дать вам. А сейчас я думаю, это как-то бессмысленно уже. сковородка сковородка уже вся в использовании. И вот после этого, представляете, я мою ее обратно, кладу в коробку, в пакет и покажу вам. Они вот такие вот пышные, мягкие, и внутри очень хорошо пропитались. Алька, передай привет, пожалуйста. Почему не едите свинину? Ну, как бы, я живу в стране, в которой нет свинины. Вот. И вроде, насколько я помню, я никогда не ела свинину. Вообще, что не только мусульмане не едят свинину, а это какое-то неполезное мясо. По-моему, так. Но точно я не могу сказать. Насколько я знаю, я никогда не встречала в сфер-маркетах здесь свинину, так как у нас все-таки мусульманское государство. Может, в каких-то специализированных местах все-таки свинина есть, но ее найти очень сложно у нас. Сегодня постараюсь ответить на большее количество вопросов, потому что каждый раз я прошу вас задать вопрос и потом в конце просто рассказываю какие-то истории. Это, я так поняла, вас обижают, поэтому сегодня буду отвечать. Вот. Давайте вот такой-то интересный вопрос. О чем ты больше всего мечтаешь на данный момент и как скоро осуществится твоя мечта? у меня есть мечта весь из материального брать. Я хочу кое-что купить. Это должно осуществиться в следующем летом. Я надеюсь, что все получится. Я не рассказываю, что это специально. а то не сбудете, ребята, не спрашивайте. Нравится смотреть вас. Кушаете вы с аппетитом? Спасибо большое. Элька задает вопрос. Мне кажется, такие оладьи невозможно кушать без аппетита. это просто преступление, ребята. Следующий вопрос. часто ли ты общаешься с фанатами? Я не могу назвать этих людей фанатами. Мне кажется, это просто единомышленники. Это люди, близкие мне по духу. Я считаю, что с моими подписчиками у меня очень много общего. Иногда, когда я в городе встречаю их, мне прям очень приятно становится. Иногда бывает, что кто-то меня фотографирует, потом мне отправляет. мне очень приятно все это. Спасибо, что вы есть. Я вас очень-очень сильно люблю. Ребят, как это вкусно. Я уже наедаюсь, но, блин, это очень-очень вкусно. Я еще здесь приготовила фрукты, которые тоже должны были быть в кадре. Сейчас покажу. Прям букетик, правильно? я хотела, чтобы они были в кадре, но, к сожалению, если бы они были бы в кадре, в кадре бы не было меня. Я подумала, что я важнее, поэтому брала в сторону. Блин, очень вкусно. Я наедаться не буду, больше у меня даже не помещается. Сладкое я много есть не могу, тем более завтра мы будем кушать тортик с Фатей. В инстаграме вас ждет миллион историй. Когда я с Фатей, у меня начинается вдохновение, я лезу к ней в холодильник, я лезу к ней в спальню, все-все-все снимаю. Я так поняла, что вам это очень нравится. В инфобоксе вы можете найти рецепт, подписывайтесь на iCook. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита, всех целую, всем пока.